Русские мародерят не только в украинских домах, но и в украинских тиктоках. С началом полномасштабной войны украинцы запустили настоящий цех по производству тематических мемов и шуточных песен. А Россия — цех по клепанию не очень талантливых подделок. И русских не смущает ни явно украинский контекст, ни даже украинский язык в трендах, которые они воруют. Добрый вечер. Мы из Украины. По тикток посмотрел бы. Там столько всякого разного накиданного смесного. Везде мемчики со мной. Это стропы. Эту песню сегодня напевает весь мир. Мама Стефания — победитель Евровидения 2022. Но прежде чем стать главной звездой самого престижного музыкального конкурса, Мама Стефания стала главной звездой тиктока. Стефания, мама. Россиянам тоже украинская песня пришлась по вкусу, причем настолько, что они тоже начали снимать под нее тиктоки. И выглядит это вот так. Доброго вечера, мы из Украины. И еще одна композиция, которая наряду с мамой Стефанией стала символом украинской борьбы. Украинцы также массово снимают под нее тиктоки, тем самым вдохновляя русских на тикток-мародерство. Доброе утро, мы из России. Да что там русские, даже ватники с так называемого ДНР подхватили этот трек. Правда, выглядит он примерно так же, как и все остальное в псевдореспублике. Мягко скажем, совсем не современно. Доброго вечера, мы из Украины. Не-не-не, я и вкусней на кашеварю. Добрый день, мы из ДНР. Когда угроза полномасштабного вторжения России была еще только угрозой, украинцы придумали вот такой тренд. Доброго вечера, мы из Украины. Не поверите, но даже этот тренд россияне умудрились украсть. Более креативные хотя бы музыку поменяли. Но есть и такие, что совсем не заморачивались и свои русские паспорта показывали под украинскую маму Стефанию. Когда в Украине закончится война и снова заработают ночные клубы, этот трек там будет звучать чаще всего. А пока он разрывает украинские тиктоки и европейские танцплощадки. Россияне решили и тут присвоить украинское творчество. Снимают видосики, мол, не об украинском Вове речи, а об их родненьком Владимир Владимировиче. И даже украинский суржик в песне «Горе плагиатчиков» не смущает. Моя страна не упадет на колени. Россияне настолько не заморачиваются, когда воруют украинские тренды и треки, что даже не слушают их до конца. «Горе плагиатчиков» не упадет на колени. Это песня украинского рэпера Ярмака, который сегодня воюет за Украину. Но зачем русским эти лишние подробности? Воровать украинские тренды Россия начала еще задолго до войны. Около года тому назад украинцы запустили флешмоб «What is Ukraine?». Это были динамичные ролики, в которых показаны самые красивые места Украины. И вуаля! Совсем скоро у России-матушки появилось нечто подобное. Российская плагиат-студия представляет Временами Россия, конечно же, придумывает что-то свое. Например, делает ролики про своего любимого Вовочку Путина. А иногда и Рамзанчика Ахматовича. Ролики про Европу, которая только и ждет развала Великой, тоже имеются. Ну и куда без трендов, пророссийский единственный и неповторимый газ? Со временем россияне, наверное, пожалели, что запустили этот тренд. Украинцам нашлось чем крыть. Ну, как минимум, наличием электрических чайников. Судя по мародерствам российских солдат, в России эта вещь диковинка. Да и зачем им чайники? Есть же сапог и самовар. А у нас в квартире газ. А у вас? Сейчас скажу. Photoshop, Apple, Pay, Apple, Google, Pay, Paypal, Spotify, Twitter, Zoom, WebMoney, YouTube, Adidas, FIFA, Audi, BMW, Chevrolet, Cadillac, Pepsi, Ford, OnlyFans, PlayStation, BNH, Renault, Warner Bros. и Чиндемензара. А у вас? А у вас? Девочки, посмотрите на свои окна. Какой у вас там газ? У вас газ, девочки? Уже весь мир переходит на альтернативную энергию. Солнечную. Нет у украинского тиктока больших поклонников, чем русские. Они не только активно следят, но и активно подворовывают. Украинцам, конечно же, не жалко. Что уж там тикток, когда россияне все хотят себе присвоить. И борщ, и творчество, и саму страну. Но все будет так же, как с тиктоком. Бездарно и очень позорно для самой России.